Добрый день, уважаемые коллеги. Я хочу представить вам собственный опыт. Это опыт нашего отделения лечения пациентки с саркомой редкой локализации. Представить вам случай лечения пациентки с медиастинальной саркомой. Вообще, на мой взгляд, все злокачественные образования средостейни это, наверное, один из самых сложных разделов клинической онкологии, несмотря на развитие современных методов диагностики и лечения. В зависимости от источника происхождения, все опухоли средостейни условно подразделяются на несколько групп. Первичное образование как раз к этой категории относится саркомы с их многообразием различных гистологических вариантов и подтипов. Вторичное образование – это речь идет о метастатическом поражении органов ткани средостейни опухолей и иных локализаций. Опухоли органов средостейни переднего либо заднего – это опухоли пищевода, трахеи, грудного лимфатического протока и так далее. Опухоли, которые возникают из ткани, ограничивающие средостейни – это опухоли плевры, грудины, диафрагмы и так называемые псевдоопухолевые заболевания. Это поражение лимфатических узлов средостейни, которые мы можем наблюдать при саркоидозе или при туберкулезе. Несколько касательно эпидемиологии. Крайне редко опухоль, не больше 5% среди всех опухолей средостейни. Нет прироста заболеваемости за последние 10 лет и заболеваемость мужчин и женщин составляет примерно 1 к 1. То есть одинаково болеют как мужчины, так и женщины, но при этом чаще болеют молодые и лица среднего возраста. Пятилетняя выживаемость зависит от даты постановки диагноза. Если до 2000 года показатели выживаемости снижались, то начиная примерно с 2000 года показатели стали возрастать. На мой взгляд, это обусловлено развитием диагностики, ну и, конечно же, переходом хирургии на более высокий класс. Ну и, конечно же, развитие лекарственной терапии. Согласно базе данных СИР, за 25 лет были проанализированы больные, и среди них всего лишь 204 случая саркома средостейния. То есть за 25 лет 204 случая – это 8 случаев в год. Действительно, крайне редко опухоль. И были сопоставлены показатели 10-летней выживаемости больных непосредственно саркома средостейния с иными опухолями средостейния. И мы видим вот самый нижний график – это вот как раз больные, которые страдали саркомой средостейния. То есть у них показатели выживаемости ниже всего по сравнению с больными герминогенная опухоль, нейрогенные какие-то опухоли, лимфомы и так далее. Точно так же были сопоставлены показатели выживаемости больных саркома средостейния с пациентами, которые имели саркому иной локализации. Глава шеи, забрюшина, конечности – тоже самый нижний график. Это больные, которые страдали саркомой средостейнией, выживаемость их самая низкая. Ну и многофакторный анализ, который был проведен, он выявил некоторые факторы негативного прогноза. Хуже всего протекают опухоли у молодых. Хуже протекают в том случае, если клетки высокой степени злокачественности и тем самым обладают высоким метастатическим потенциалом. Хуже протекает опухоль, если она локализуется в переднем средостейнии. Ну и естественно, Н0 – это лучше, чем Н+. И крайне важное значение имеет хирургическое лечение. Если больной был прооперирован, эти больные жили достоверно дольше, чем больные, которые не подвергнуты хирургическому лечению. Это еще раз говорит о том, что хирургический метод лечения – это все-таки основной для любой саркомы, но и для саркомы средостейния в том числе. Ну и клиническая симптоматика, она весьма разнообразна, абсолютно не специфична. Это могут быть и боли в грудной клетке, расстройства дыхания. Это может быть клиника синдрома с давлением верхней полой вены, осиплость голоса из-за влечения в процесс возвратного нерва, синдром Горнера при поражении симпатических волокон черевного ствола. Какая-то неврологическая симптоматика, но при всем при этом до 30% больных могут вообще не предъявлять никакие жалобы. Ну и переходя непосредственно к клиническому случаю, молодая пациентка, 30 лет, наша коллега, доктор-коррадиолог. Ханамное заболевание начинается в марте 2016 года, когда появились впервые эпизоды повышения температуры, периодически до фибрильных цифр, а дышка, кашель первоначально при нагрузке, а затем стали носить более постоянный характер. Выполнена компьютерная томография органов грудной клетки только в июне, и при этом выявлено образование в области средостения с метастатическим поражением легких. Огромная опухоль, метастазы полисегментарной в обоих легких до 1 см. По месту жительства также ей было выполнено хирургическое вмешательство, циторедуктивная операция, но, к сожалению, она носила только неполный характер, и остаточная опухоль по данным компьютерной томографии составляла около 4 см. В месяц ожидания получения гистологического варианта получено заключение недифференцированной полиморфной саркомы средостения, и, к сожалению, в течение этого месяца после операционного состояние пациентки существенно ухудшилось, отмечены признаки прогрессирования, прогрессирование опухоли в средостении, и с этими данными больная обратилась к нам в центр. Клинический диагноз на момент обращения звучал как недифференцированная полиморфная саркома средостения с метастатическим поражением легких. Естественно, были пересмотрены весь морфологический материал, подтвержден диагноз недифференцированной полиморфно-клеточной саркомы, выполнено иммуногистохимическое исследование, которое подтвердило крайне агрессивную опухоль, и пролиферативная активность опухолевых клеток составила 70%. Ну и, естественно, молекулярно-генетическое тестирование, как и положено, было выполнено, результаты вы видите. И из сопутствующих заболеваний имеет место врожденный порог сердца, открытый баталов проток, хирургическое лечение в 88-м году, двустворчатый артальный клапан, тоже было выполнено хирургическое лечение, и было удаление пануса и тромбоктомия в 2014 году. Еще раз обращаю внимание, что на момент обращения к нам состояние оценивалось как тяжелое, ЭКОК-3, выражены признаки дыхательной недостаточности, одышка, осиплость голоса, потеря веса около 6 кг за этот месяц, биохимически было повышение трансаминаз второй степени, но и, к сожалению, как исходную компьютерную томографию, пациентке мы не смогли выполнить из-за тяжести состояние, потому что в состоянии лежа на спине она не могла находиться. По жизненным показаниям ей была начата химиотерапия, стандартом для лечения саркома является антрациклин, содержащий режимы химиотерапии, что мы и выполнили, комбинация АИ, из-за тяжести состояния изначально дозу фосфамида мы редуцировали на 25%, а вот в качестве антрациклина мы выбрали эпирубицин как менее кардиотоксичный препарат, но дозу его не редуцировали. Уже после первого цикла существенное улучшение в состоянии, начат второй цикл, и вот результаты компьютерной томографии, это уже после второго цикла, объемное образование в средостении практически 10 на 10 сантиметров, подрастающее к левому желудочку, левому предсердию, к правому желудочку, к верхней половине, и это уже после двух циклов химиотерапии. Напомню еще раз, что до начала она не могла даже лежать на спине. Естественно, мы продолжили этот же режим химиотерапии, выполнили 6 циклов, и вот после 6 цикла такая грандиозная картина, выраженный регресс образования в средостении, и не полный, но практически полный регресс, остаточные очаги в легких 2-3 миллиметра. Лечение было продолжено, суммарно мы выполнили 8 циклов комбинированного режима, мы видим дальнейшее уменьшение размеров образования, в отношении легочных очагов тоже самое, выраженный регресс, практически полный регресс, и к моменту проведения 8 циклов химиотерапии кумулятивная доза эпироглицина составила практически 900 миллиграмм. Это предельная доза, выше назначает крайне чревато развитием кардиотоксичности, поэтому мы остановились. И поскольку эффект нарастал, мы продолжили химиотерапию, но уже продолжили без эпироглицина только и фосфамида. Что касается токсичности химиотерапии, вот изначально мы редуцировали дозу и фосфамида, но, к сожалению, даже и редуцированный режим осложнился фибрильной нитропинией, и все последующие циклы проводились на дозе и фосфамида 50%. Дозу эпироглицина мы не редуцировали. А если посмотреть на отсрочку каждого цикла, то видим, что с нарастанием количества циклов нарастало и количество дней, на которые мы откладывали. То есть примерно уже до недели, 7-й и 8-й цикл откладывали до недели. Суммарно нами было выполнено еще 6 циклов химиотерапии фосфамида. Лечение было закончено в августе прошлого года. Это 14 циклов комбинир первичного лечения химиотерапии. Конечно же, неоднократно поднимался и обсуждался вопрос о возможности выполнения повторного циторедуктивного вмешательства. Но, к сожалению, в связи с тем, что опухоль очень интимно прилежит к камерам сердца, вставал вопрос о необходимости трансплантации сердца. Пациентка была консультирована неоднократно у нас в центре Алмазова в Москве. Но, к сожалению, в этой ситуации два пункта, которые нас останавливают. Во-первых, это сроки, надо было ждать подбор донора. У пациентки, к сожалению, нет такого интервала времени. А второе, это проведение трансплантации. Оно всегда требует назначения серьезных иммуносупрессивных препаратов, что в этой ситуации крайне чревато развитием прогрессирования. Но и побоявшись остановиться на том, что мы достигли, мы продолжили лечение, но выбрали метрономный режим химиотерапии. Это комбинация циклофосфамида и метатриксата вот в таких дозах. И дополнительно с декабря 2017 года в поддерживающем режиме мы подключили вакцину. Это аутологичная дендридно-клеточная вакцина на основе раково-тестикулярного антигена. И на сегодняшний день выполнено уже 7 введений данной вакцины. Это данные обследования, которые мы получали периодически, обследуя пациентку. Крайнее обследование было выполнено в середине мая нынешнего года. Признаков прогрессирования заболевания не выявлено. Больная продолжает метрономную химиотерапию и вакцинотерапию. И в заключение мне бы хотелось сказать о том, что, конечно же, несмотря на значительные достижения в развитии клинической онкологии, опухоли средостения, они остаются трудной и зачастую неразрешимой задачей. Практически всегда это заканчивается летально. Но представленный случай говорит о том, что этих больных нужно лечить. И вот благодаря нашему лечению пациентке не только удалось улучшить качество жизни, не полностью восстановить качество жизни, но и продлить ее жизнь. Индивидуальный подбор доз и режимов лекарственной терапии позволяет сохранить эффект лечения без каких-то выраженных нежелательных явлений. Ну и в заключение мне бы хотелось сказать вам слова Гиппократа, которые приписаны Гиппократу, что лечение болезни требует не только искусства врача и лекарства, но и заботы и ласки по отношению к нашим пациентам. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Пожалуйста. Спасибо за прекрасную презентацию. Скажите, пожалуйста, выполняли ли пациентке ПЭТ-КТ для определения степени распространенности опухоли в интервале, когда состояние улучшилось? ПЭТ-КТ не делали. Мы ориентируемся только на компьютерную томографию с контрастированием. И выполняются все три зоны. Грудная клетка, брюшная, полостемалый таз. Но в данной ситуации, с моей точки зрения, это было бы целесообразно. Молодая пациентка в высокой степени злокачественности опухоль для планирования дальнейших методов лечения. Второй вопрос. Рассматривали ли Вы вопрос трансплантации комплекса сердца легких? Я говорила об этом, что об этом неоднократно поднимался вопрос. Но, к сожалению, остановились на отрицательном ответе, потому что это требовало назначения серьезных иммуносупрессоров, нефлексипина, например, что, конечно, вызывает риск прогрессирования. Я просто не совсем понял по презентации отношения. Но ПЭТ-КТ, мне кажется, в данном случае, это метод выбора для оценки. Хорошо. Компьютерной темографии мало. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, Вы использовали практически все методы и возможности химиотерапии в данном случае на перспективу при прогрессировании? Вы рассматриваете варианты лечения какие-то? Мы использовали только стандартно один режим, это АИ, есть у нас в запасе еще комбинация гемцитабина и доцитоксил, то есть какие-то варианты для лечения есть. Ну и понятно, что это нестандартная ситуация для применения таких методов, как лучевой метод, это нестандартная ситуация, и стандарта в данной ситуации не существует. Но не рассматривали Вы и этот вопрос? Не рассматривали. Не рассматривали, потому что там опухоль очень действительно интимно прилежит и подрастает камерам сердца, это может вызвать свои определенные осложнения. Спасибо. Небольшой комментарий. Дело в том, что я работаю в Центре онкологии в Беларуси, и у нас в ряде ситуаций радиоторакальные хирурги используют какую методику, даже эксплантации, во время операции удаляется комплекс, выполняется хирургический этап лечения, и с резекцией совместно с кардиохирургами. Поэтому пациентка молодая, пациентка коллега, 30 лет, все варианты надо использовать, а в растании инвазии опухоли в данной ситуации это не является, с моей точки зрения, абсолютным противопоказанием. Она консультирована в Центре Алмазова неоднократно, именно в кардиохирургии. Она консультирована в Москве, в Центре кардиологии. Ну, наверное, специалисты, которые занимаются кардиохирургией, они... Я полагаю, консультировали только в России, да? Да. За рубежом Вы не советовались и не консультировались с коллегами? Спасибо. Пожалуйста, еще вопросы. Спасибо большое. Я хотел относительно Вашего опыта по дендритным вакцинам. Это первый пациент у Вас, и как Вы используете вообще дендритные вакцины, и у каких больных? Ну, это не первая пациентка. Дендритно-клеточную вакцину мы используем уже достаточно давно. У нас есть два пациента с достаточно хорошим интервалом. Это первый пациент, у которого была хондросаркома. После хирургического лечения он в поддержке 4 года получал до развития прогрессирования. И еще одна больная, у которой была саркома матки, она прооперирована. Оперированная химиотерапия, возник рецидив, повторная операция. И в поддерживающем режиме мы использовали. Она продержалась 2 года на вакцинотерапии. Конечно, саркомы мы очень часто используем в вакцинотерапии, но это должна быть обязательно стабильная ситуация, без признаков прогрессирования. То есть именно в поддерживающем режиме. Используется дендритно-клеточная вакцина на основе раково-тостикулярного антигена. Периодичность введения за первые 2 месяца каждые 14 дней вводится. И затем с интервалом раз в месяц. Спасибо большое. Коллеги, будут ли еще вопросы? Спасибо большое. Пожалуйста. Очень интересный вклад. Спасибо.